Здравствуйте, с вами Владимир Терещенко и мы продолжаем наш бесплатный курс, в котором я хочу вам доказать, что с помощью программы Adobe Muse можно очень быстро научиться создавать музыкальные поздравительные открытки, лендинги, любые сайты. Это программа, которая позволит вам буквально за считанные часы создать любой лендинг, любой сайт. И в прошлом уроке мы познакомились с тем, где можно найти эту программу и буквально вкратце я показал, насколько просто работать в программе Adobe Muse. А сегодня мы с вами создадим простенькую музыкальную открытку ко дню Святого Валентина. Итак, перед вами сейчас абсолютно чистый сайт, чистая страничка, здесь ничего нету. Я оставил те же параметры, которые были и в прошлом видеоролике. Вы видите, ширину странички я так и оставил 1000 пикселей, высота пока есть 2000 пикселей и больше я ничего не менял. В первую очередь мы должны сохранить свою страничку. Для этого мы нажимаем файл, сохранить сайт как. Давайте мы сохраним нашу страничку под названием index.html, выбираем ту папочку, куда мы хотим это все сохранить. Я в данном случае сохраняю папочку Валентинка и нажимаем сохранить. Все, страничка у нас сохранилась и теперь мы знаем, что даже если что-то и произойдет, по каким-то причинам Adobe Muse закроется, мы знаем, где искать нашу страничку. Давайте начнем создавать открытку ко дню всех влюбленных. Заходим по ссылке заливка в браузере, кликаем, нажимаем добавить изображение, выбираем такое изображение, нажимаем открыть и вы видите, у нас страничка залилась вот таким вот фоном. Но обратите внимание, что эта страничка сейчас смотрится очень некрасиво, потому что из нескольких кусков сделан фон. Если мы будем прокручивать в браузер, то это будет не очень красиво. Кликаем опять заливка в браузер и здесь есть такое состояние как положение. Здесь мы можем выбрать то положение, которое нам более интересно, относительно чего мы должны ориентироваться. То есть смотрите, если вот сделать, что ориентироваться относительно правого верхнего угла, то будет намного интереснее смотреться. Здесь такие вот большие сердечки и более равномерно. Снимаем галочку прокрутка, для того, чтобы у нас фон находился на одном месте, а вот наша страничка уже будет двигаться относительно нашего фона. И здесь вот где мозаика, давайте мы выберем просто заполнение. И теперь давайте мы посмотрим, что у нас получилось в браузере. Для этого нажимаем файл, предварительный просмотр страницы в браузере. Вы видите, вот у нас получился вот такой вот фон, довольно таки красиво это все смотрится. Я думаю, что мы его так и оставим и теперь начнем создавать уже нашу открытку. Теперь давайте вставим текстовый блок, кликаем по буквой Т и растягиваем этот прямоугольник. Видите, вот такая вот рамочка есть. То есть, мы должны ориентироваться именно на вот эту вот рамочку. То есть, если вот эти вот края, то это показывается все окно браузера. То есть, что будет показываться в браузере. А вот эта синенькая каемочка, вот показывает именно размеры нашей страницы. То есть, мы должны желательно вписаться вот в эти размеры. Видите, вот сейчас красным выделено, для того, чтобы в любом устройстве, в мобильном или же на компьютере, у нас все качественно отображалось. Нежелательно, чтобы изображение или текст выходил за границы второй рамочки. Итак, мы поставили текстовый блок. И давайте здесь сделаем надпись. С днем Святого Валентина. Вы видите, я сделал надпись с днем Святого Валентина. Открываем текстовый блок. И здесь мы можем изменить эту надпись. Ну, первым делом, давайте, чтобы вам хорошо было видно, мы сейчас увеличим размеры этой надписи. Я сейчас сделаю ее белой, чтобы вам хорошо было видно. И давайте, соответственно, изменим шрифт. Я думаю, для заголовка мы сейчас найдем какой-то рукописный шрифт. Вот мы поставим вот такой вот лобстер. Здесь мы можем немножко растянуть эту надпись, чтобы она смотрелась более интересно. Вот у нас получилась вот такая вот надпись. И вот так вот поставим надпись. Днем Святого Валентина. Теперь давайте поставим сюда несколько изображений. Для этого мы берем инструмент прямоугольник. Вы видите, мы создали сейчас прямоугольник. Но он сейчас у нас по умолчанию всегда идет белого цвета. Для этого нам необходимо зайти в заливку. И в разделе цвет берем белый прямоугольник, перечеркнутый. И делаем его бессветным. Заходим в обводку и уменьшаем до нуля. Убираем обводку, чтобы не было обводки. И вот теперь заходим в заливку опять. И выбираем изображение добавить. Выбираем, допустим, вот такое вот изображение. Нажимаем открыть. Вы видите, у нас появилось изображение, которое мы выбрали. Соответственно, сейчас мы можем подкорректировать размеры этого изображения. И поставить туда, куда бы нам больше подходит. Допустим, мы хотим еще поставить одно изображение. Опять кликаем по инструменту прямоугольник. Опять устанавливаем прямоугольник. Убираем заливку, перечеркнутый квадрат. Убираем границы. Теперь кликаем опять заливку. Выбираем изображение добавить. И добавим вот эту вот девушку, допустим. Вы видите, у нас добавилась девушка. Сейчас мы ее размеры подкорректируем. И теперь мы можем переместить изображение так, как нам больше нравится. Вот, допустим, мы хотим так скомпоновать. Так как у нас открытка музыкальная, давайте сюда установим видеоплеер. Для этого нам необходимо зайти на YouTube и найти подходящий для данной открытки видеоролик. Для этого мы заходим на YouTube. Пишем в поисковой строке клип ко дню влюбленных. И вам откроется множество клипов. Выбирайте тот, который вам больше всего нравится. Необходимо опуститься вниз. Нажимаем здесь поделиться. И наша задача скопировать вот этот хвостик после доменного имени YouTube. То есть вы видите здесь вот CHIH75 и так далее. То есть копируем сейчас вот этот хвостик. Возвращаемся в Adobe Muse. Нажимаем объект. Вставить мини приложение. Социальная сеть. И YouTube. И опять же растягиваем прямоугольник. Нажимаем на голубенький кружок. Открывается менюшка. И где идентификатор видеоролика. Нам вот сюда вот нужно вставить именно окончание нашего видеоролика, который мы выбрали. Вы видите вот только то, что находится после слэша, после доменного имени YouTube. Там обычно идут буквы, цифры какие-то. Вон подчеркивание. Только окончание. Не нужно всю ссылку копировать. Дальше мы выбираем темная или светлая тема. В зависимости от того, что нам необходимо. Ну давайте здесь вот выберем допустим светлую тему. Дальше. Показывать элементы управления. Убираем элементы управления. Давайте это все мы уберем. Мы построим так, чтобы просто показывался наш видеоролик. И ставим только один чекбокс автозапуск. Ставили хвостик и автозапуск. Теперь смотрите, мы можем здесь подредактировать те размеры, которые нам необходимы. И теперь давайте просмотрим, что у нас получилось в браузере. Для этого нажимаем файл. Предварительный просмотр. Вы видите, мы открыли в браузере то, что мы уже сделали. Видите вот надпись. Днем святого Валентина. Девушка стоит. Вот такая анимационная картинка. И вы видите, у нас плеер воспроизводится. Он автоматически запустился. Как видите, все получается очень красиво. Видите, фон мы закрепили. У нас фон стоит. А вся страничка у нас двигается. Возвращаемся в Adobe Muse. Давайте еще сейчас что-то добавим. Вот давайте ниже плеера мы сейчас ставим еще какую-то картинку. Откроем нашу папочку. И давайте вставим вот такую вот рамку. Зажимаем левой клавишей мышки эту рамку. И перетаскиваем в Adobe Muse. Это еще один метод установки картинки на ваш сайт. Вы видите, у меня за мышкой закрепилось то изображение, которое я выделил. И мне остается просто взять и растянуть его на сайте. То есть я напрямую перетащил это изображение прямо на свой сайт. И вот здесь вот его размещу. Вы видите, у меня сайт опять же автоматически растянулся под те размеры, которые мне необходимы. То есть Adobe Muse автоматически подстраивается под нас и изменяет размер сайта в зависимости от того, что мы хотим сюда поместить. Это очень удобно. То есть мы поставили длину сайта 2000 пикселей. Но сейчас он автоматически растягивается под наши потребности. Вы видите, вот он двигается. И давайте сюда вставим какое-нибудь небольшое стихотворение. Откроем любое стихотворение. В интернете их очень много. Давайте выделим, допустим, вот такое стихотворение. Копировать. Возвращаемся в Adobe Muse. Выбираем текстовый блок. И выделяем прямоугольник вот сюда. И правой клавишей вставить. Вы видите, у нас появилось стихотворение. Нажимаем текстовый блок. И давайте увеличим, во-первых, размер стихотворения. Давайте сделаем его белым цветом. Здесь мы можем, опять же, увеличить отступ. Вы видите, вот я сейчас его отодвигаю немножко. И здесь можно еще сделать его побольше. И давайте сверху немножко вот так вот растянем его. Вы видите, у нас получилось вот такое стихотворение. Мы вставили. Как видите, все очень быстро и все очень легко. Теперь мы это стихотворение можем немножко подвигать. И установить именно так, как нам необходимо. Вот у нас получилась уже вот такая вот открытка. Ну и давайте в открытке поставим еще кнопки социальных сетей. Для этого мы должны зайти на сайт шары 42. Сейчас я не буду сильно останавливаться на всех манипуляциях. В платном курсе я все это показываю, как там делается. Мы создадим сейчас небольшой набор кнопок и установим на нашу открытку. Мы выбираем те кнопки, которые нам необходимы социальных сетей. Скачиваем на свой компьютер архив. Мы получаем вот папочку шары 42. В этой папочке находится сам скрипт шары 42 и иконки. Соответственно, иконки мы можем заменить. Опять же, в платном курсе мы показываем, как просто и легко поменять изображение этих кнопок. В данном случае сейчас мы поставим вот такие вот шарики. Соответственно, вы можете любые здесь сердечки поставить, все что угодно. То есть, это в курсе показывается, как очень просто это все меняется. И, соответственно, мы копируем тот HTML-код, который нам рекомендуют установить на наш сайт. Наша задача изменить путь к нашей папке, где находится этот скрипт. Возвращаемся в Adobe Muse. Заходим в объект. Вставить HTML. И вставляем тот код, который мы скопировали на сайте. Вы видите, здесь мы просто меняем путь к скрипту кнопок и нажимаем ОК. Вы видите, у нас появились эти кнопочки. Опять же, мы сейчас их можем перетащить, куда нам необходимо. Вот мы установили такие вот кнопки социальных сетей. Нажимаем файл, сохранить сайт. И теперь давайте сделаем предосмотр, что у нас получилось в итоге. Вы видите, у нас открывается вот такая вот открытка. Автозапуск видеоролика произошел. Вы видите, мы поставили изображение, такую рамочку со стихотворением. Соответственно, в курсе мы рассматриваем вопрос, как сделать, чтобы двигалось, допустим, это стихотворение. Можно сделать, чтобы оно выходило из-под открытки и уходило вверх. Вы видите, у нас находятся кнопки социальных сетей. То есть, если человеку понравится наша открытка, он кликнет по кнопкам социальных сетей. И наша открытка начнет свой вирусный путь по просторам Рунета. Вы видите, что на самом деле все очень просто. И мы с вами эту открытку делали буквально несколько минут. Попробуйте и вы это повторить. На самом деле все очень просто. Я сейчас показываю все очень быстро. Более подробно вы все сможете узнать в нашем платном курсе. С вами был Владимир Терещенко. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин